Жаркий воскресный день. Территория поселения Медвежье Озёрское. Ворота в Щёлковский район. Инспекторы 9-го территориального отдела Госадом технодзора Московской области и члены, созданные в этом году административной комиссией района, участвуют в очередной операции с засадом. Проверяют ликвидированную стихийную свалку в охранной территории озера. Выносят предупреждение тем, кто выбрасывает мусор где попало, кто ради личного удобства паркует автомобиль на зелёных насаждениях. Это территория с зелёными насаждениями. Транспортные средства здесь находиться не должны. Ахраждения там, знаки. Нет, знаки это на дороге. Это территория с зелёными насаждениями. Там минусали просто, извините, да. Давайте исправим ваши проблемы. Давайте. Так, и, и, ребят, убедительная просьба, мусор за собой потом убрать. В общей массе приезжих встречаются и сознательно отдыхающие. Мы приехали, тут был свинарник, мы собрали всё в пакеты. Как же мы будем свинарники сидеть? А встаетесь здесь или увезёте с собой? Зачем? У нас машины есть. Мы находимся на территории Медвежье озеро. Здесь проведена с отдыхающими разъяснительная работа по недопущению сброса мусора на территориях общего пользования, на участках с зелёными насаждениями. Как мы с вами видим, эти мелкие кучи, они повсюду. С 2018 года органы местного самоправления наделены полномочиями возбуждать дела в административных правонарушениях в отношении физических лиц административными комиссиями Московской области. Актив сельского поселения своими силами пытается противостоять стихийным свалкам. Выходит на субботники, организует обходы территории с сотрудниками полиции. Бросают мусор, разбрасывают бутылки. Это всё в итоге с водой попадает в озеро. Наше озеро – это то, чем мы гордимся. Дорогие друзья, дорогие односельчане, давайте смотреть за нашим озером. Давайте будем делать так, чтобы здесь не было мусора. По дороге на заброшенную ферму в Никифорове инспекторы фиксируют свежие навалы, отходы мягкой кровли и мебельного производства. Мусор, который, вероятнее всего, был привезён сюда тёмной ночью. На нескольких машинах здесь 100 кубометров древесных отходов от производства мебельного. Это и двери, и шпон. Теперь необходимо определить, откуда этот мусор и, естественно, наказать нарушителя. Под пластами обрезков участники рейда находят документы с реквизитами столичной организации. Уцелевшие накладные могут вывести специалистов на след компании, оказавшей так называемые транспортные услуги. Зафиксировано, что разгрузилось порядка 7-8 грузовых транспортных средств. Мусор, скорее всего, был сюда привезён с какого-то мебельного производства. И при идентификации данного мусора были выявлены документы, которые действительно подтверждают, что данный мусор относится к производству мебели. По данному факту, нами будут проведены процессуальные мероприятия. В адрес юридического лица будет направлено уведомление о явке к нам инспекцию для выяснения данных обстоятельств. На территории Московской области работает штаб по ликвидации несанкционированных свалок. Им руководит начальник административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева. Накануне патрули выставляли по обочинам и автобусным павильонам в частном секторе микрорайона Потапова. Муниципалитетам поставлена задача в кратчайшие сроки устранять стихийные навалы. На что из бюджета области выделены субвенции. По материалам рейдов и сообщениям жителей очаги мусора оперативно ликвидируются.